Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами я ваш верный друг Чёртов нуба, страханный пидорас, бля Рад вам сообщить, что сегодня мы наконец-то двигаемся к логическому завершению данной истории В прошлый раз мы остановились на том, что нашли все юниторы и отдали их Сатурасу Тот в свою очередь просит нас побыть послом доброй воли и уговорить магов огня присоединиться к магам воды Для того, чтобы взорвать гору руды Блинчик-гуталинчик, для тебя хоть раком на пулемёт Неспешной походкой выдвигаемся в сторону старого лагеря И недалеко от южных ворот мы натыкаемся на Диего Эй, Диегоч, как делишки Косипоши, дела просто изогнутся, туфли между собой ебутся Однако Из диалога с ним узнаём, что старая шахта обрушилась, перебили всех магов огня Кроме Мильтона, ведь он помогал нам доставать юнитор И готовится нападение на свободную шахту А нас, за чрезмерную помощь магам воды, общество старого лагеря ещё и записало в касту опущенных Поэтому, если нашего безымяноча заметят люди Гамеза То они сразу же захотят совершить акт бесконтактного насилия Через очень даже контактные пиздюли С этими новостями возвращаемся к Сатурасу Сатурас, маги огня были опущены до смерти А люди нашего дучи Бенита Гамезини идут маршем победы в сторону свободной шахты Щиет Маг воды опечален, но надежды не теряет и благодарит нас, а также предлагает вступить в их свободную партию После разговора с Лином вручают новые доспехи и говорят Молодца! Броняшечка, кстати, очень сасная, будто сшита лично Хьюго-боссом Немного погодя, Сатурас рассказывает про мага Ксардаса Который помогал этой магической шпане устанавливать барьер над колонией Я надеялся, что мы справимся и без его помощи Но судя по тому, как развиваются события Ввиду его экзотических увлечений некромантии, он был изгнан из тогда единственного старого лагеря И теперь наша первостепенная задача отыскать его башню в землях орков Но и тут не все так просто Ксардас владеет какой-то иудейской магией А посему дорога к башне заблокирована тремя големами О которых подробнее мы можем узнать в местной библиотеке Против камня молот, против воды огонь, против огня вода, против троцкого кирка, а против Гитлера Гитлер Итак, теперь наш путь лежит в ворочьей земле Как бы меня не кусали за жопу, как бы мне не давали поебалу Много раз, очень много раз я выжил И наконец-то добрался до первого голема Это было слишком просто Следом на пути встает ледяной голем С которым мы устраиваем дуэль волшебников Остался третий и самый злоебучий из всех големов В частности из-за кривизны магии воды Дело в том, что имеющееся у меня на руках заклинание Оказалось не таким эффективным, как я рассчитывал Я, конечно, пытался наебать систему И пробовал убить его имеющимся арсеналом Но в итоге мне пришлось вернуться в лагерь И раскошелиться на иные свитки Ну уж теперь меня точно никто не остановит Эти земли еще не скоро отойдут от последствий этой битвы За поворотом обнаруживаем вход в башню Ксардаса В одной из комнат находим демона, с которым у нас завязывается светская беседа Постой, кто? Кто говорит со мной? Так это ты говорил со мной? Как? Как тебе удалось проникнуть в мои мысли? Охуительная история В ходе разговора выясняется, что нас пропустят к магу Если мы предъявим доказательство победы над стихиями А именно к големскую требуху Отдав три сердечка, мы получаем от демона руну телепортации к некроманту Ксардас оказался не слишком дружелюбной феечкой На нашу просьбу помочь магам воды он ответил отказом Аргументируя это тем, что взрыв руды будет бесполезен Барьер не исчезнет А маги воды все это время гоняли писюн вместо решения насущных проблем Ни один из двенадцати магов не прекращал ломать голову над вопросом Почему они не в состоянии контролировать барьер И почему он разросся до таких гигантских размеров А ты получается самый умный Конечно И чем же ты тут занимался, пока все остальные гоняли балду? Я сидел на двочах и саморазвивался По разговору становится понятно, что Ксардас в курсе реальной проблемы Которая, по его словам, находится под городом Смурчи И как-то связана со спящим Он направляет нас найти изгнанного шамана орков Так как он может поделиться с нами нужной инфой Выдвигаемся на восток По пути шинкуем несколько фашистских вахлаков И добираемся до старой крепости Внезапно становимся невольными свидетелями Опиздюливания шамана тремя работягами Спасаем бедолагу от угнетателей И заводим диалог Уршак, так зовут шамана, благодарит нас за спасение Должен благодарить незнакомца В ходе разговора узнаем у него, что спящий на самом деле демон Которому поклоняются местные орки Его призвали пять орочих шаманов Которые хотели с его помощью победить врагов Предположительно, человеков Хотели сделать по-хорошему, а получилось как всегда Ибо спящий залутал с шаманов их сердца И превратил всех нежить Дабы они вечно служили ему Но там напитки приносили, хохоряшки с очка отколупывали Читали на ночь капитал И делали другие вещи, которыми обычно занимаются петухи на зоне Выжившие орки нехило саканули с таких перспектив и запечатали храм Но молиться и приносить жертвы демону не перестали Уршак не мог стерпеть подобного и сказал А король-то пидор, за что и был изгнан из города Он рассказал, где находится храм и что попасть туда будет нелегко, так как Дома братья очень сильные Братьев быть очень много Если мы не хотим идти по пути геноцида Нам советуют сделать знак дружбы улу-мулу Дать его может друган Уршака Который до сих пор чилит в шахте нового лагеря Так как шахта захватила Селина Гомес Единственный наш выход Помочь ребятам из нового лагеря отбить ее Ну, делать нечего, идем до шахты По пути встречаем Горна и компанию Которая готовится к контр-атаке Хоть шрипак зачитаю Давай Из его слов мы узнаем, что наш Косипоша избранный Благодаря его слабоумию и отваге И сам Ли выбрал его для проведения этой операции Ты пойдешь с Олянова убивать два десятка стражников в захваченной шахте Потому что это логично, клубнично, патриотично Помогать нам в этом нелегком деле будет Горн И больше никто Но прежде чем идти в бой, он посоветовал заглянуть к волку в лагерь Волк по старой дружбе предлагает нам поискать шахты панциря ползунов Чтобы сделать бомбический доспех, способный защитить тело от ударов, а душу от влияния хаоса неделимого и харизматичных дядечек Так что теперь у нас две задачи Напиздюлить и ползунам, и людям Гомеза Кстати, я тут между делом обучился агробатике Смотреть как я могу Хоба! Вот б***цы сделали так же с девятиэтажки Обстановка в лагере при шахте Оставляет желать лучшего, в принципе, как и в самой шахте Везде люди Гамаза Они пытаются остановить меня И моего шоколадного братана Но наш пламенный дуэт спокойно прочищает эту кишку Словно они симпатичные английские девчули, а мы через чернабожные крестьяне Также я не забываю убивать ползунов и собирать с них ценные панцири Кто бы мог подумать, что станет возможным создание одежды из хитина тараканов Ах да Порезав как истинные зизины всяких унтерменчи, мы наконец-то освободили шахту от захватчиков В самом углу замечаем нужного нам орка Бедняге нужны лекарства, которые мы удачно нашли по пути В обмен на лечилку просим дать нам улу-мулу, но как выясняется улу-мулу Из него Но мы можем найти нужные ингредиенты для его создания Бегая по колонии, находим нужные нам компоненты, параллельно отдав панцире ползунов волку И возвращаемся к роботяге Слепив из говна и палок дубинку, орк отдает нам сие творение, а сам заваливается отдыхать Тем временем в лагере нас ожидает новый доспех Вот он Лучший доспех во всем лагере В этом бронежилете Косипоши выглядит как бомжара, но зато удобно и гузно не мерзнет По такому же принципу я одеваюсь в реальной жизни в магазинах спецодежды Что и вам советую Ну все, теперь можно и ворочи лагер идти Эй, пацаны, я пришел к вам с миром, давайте дружить и вместе читать труды понасекова Оказывается, такое дружелюбное внимание мне было оказано из-за того, что я случайно завалил парочку не тех работяг во время зачистки данных территорий И теперь хочешь не хочешь, придется вырезать все поселение Прям как я люблю С пятой попытки до меня дошло, что одному мне с этой деревней не справиться Поэтому, как уважающийся представитель бога избранного народа Я ловким движением рук вытащил свиток голема из своей жопы и призвал Тине на помощь Вырезав жалких сморчий, мы так и доходим до храма спящего И теперь осталось дело за малым, сказал я себе, всего-то найти спящего Но обилие коридора с нежитью и головоломками так не думали На самом деле, дальнейшее мое времяпровождение предугадать не слишком сложно Ибо это были самые душные два часа в моей жизни, так как я не особо понял, что от меня требуется Спустя некоторое время блуждания я обнаружил головоломку После решения которой до меня докопался один из пяти шаманов спящего Неверный в храме повелителя, будь же проклят Проклинай сам себя, гниль А что если разрабы хотят, чтобы я нашел всех шаманов и угандошилы? Я-то не против, ибо быть шаманом у дел имбецила Настоящие сверхчеловеки катают за паладинов Продолжая путешествие, я натыкаюсь на одного из фанатиков Коргалома По его словам, Верховный Жрец готовится к пробуждению спящего, и мы не сможем ему помешать Не пытайся убить меня Сам Верховный Жрец передал нам часть своей силы Теперь мы бессмертны Теперь к изобилию нежити прибавились еще и религиозные фанатики Ну просто замечательно Таким макаром это путешествие все больше начинает походить на сраный Бладборн Ходим, бродим, третьего куток барма находим Жестко и с удовольствием убиваем этого хейтера богоподобной продукцией Нинтендо Если вы оскорбите Марио, я сломаю ваши гениталии в пяти местах Опять коридоры, опять монстры, опять загадки Опять получил пизды, опять комнаты, опять загадки Прямо не Готика, а Индиана Джонс Стоит отдать дань разработчикам за здешние локации, которые ну очень великолепны Здесь все так интересно и загадочно В одной из комнат находим четвертого шамана, охраняющего странный меч Убиваем нелюдя, делаем паркур, забираем меч и валим отсюда И вот вроде бы осталось убить последнего шамана и дело сдвинется с мертвой точки Черт, на нем не царапины, нужен другой Теперь ты умрешь Пора убираться отсюда, да побыстрее У пятого шамана оказался иммунитет к любому виду оружия И нам ничего не остается, как с обосранной сракой бежать к Сардосу за помощью Пепечка, меня пебили А ну не ной, а то сниму с тебя штаны и заставлю играть со мной в боку на пику Не надо У меня и пломбирный рожок есть Пожалуйста, хватит Мак рассказывает нам, что данный странный меч это легендарный уризель Которым некогда великий герой совершал приказ 66 в отношении орков Но без своей силы это просто ущербный кусок санины с нулевым КПД Прямо как типичный ояш в абсолютно любом аниме Рассчитанном на малолетних девочек с IQ как у антисоветчика Чтобы вернуть мечу прежнюю мощь, нам нужен мощный источник энергии Например, гора руды в новом лагере И правильное заклинание Пока Ксардос будет готовить этот спелл, мы в его старой башне должны найти магические артефакты Способные помочь нам в борьбе против спящего Доплываем до башни, с горем пополам находим вход под водой Выплываем где-то в жопе и начинаем исследовать территорию Попутно убивая творение Ксардоса В одной из комнат находим мега-омега-сасный доспех из магической руды И портал в старый лагерь к магам огня Возвращаемся к Сардосу Заклинание готово, но использовать его мы не можем Нам нужен маг для его произнесения Пока мы будем касаться мечом источника энергии Единственный маг, который может помочь в этом, это Мильтон Но сначала закончим кое-какие старые дела Из башни Ксардоса телепортируюсь в старый лагерь Здесь наталкиваюсь на людей Гамеза, которые явно очень рады меня видеть Я знал, что кто-нибудь попытается добраться до нас через Пентаграмму Но в отличии от этого предателя-кузнеца Стоуна Ты нам больше не нужен Вырезая эту клоаку некогда бывших товарищей, я наконец-то встречаюсь с Гамезом Залутав с него ключик от темницы, я отправляюсь освобождать кузнеца Стоун рад такому повороту событий и не против того, чтобы мы заглянули к нему попозже Ммм, неужели у нас наконец-то будет секс? Не будет, ибо в благодарность за спасение он укрепляет нам доспехи Ну а теперь можно идти к магу огня за помощью заклинания Находим Мильтона в логове магов воды, и тут начинается самое веселое Все началось с того, что нужная ветка диалога никак не хотела появляться Я пробовал перезагружаться, пиздил его, усыплял и всячески пытался тригерить, но эффекта не было Осознав, что ничего хорошего тут не выйдет Я решил искать ответ в интернете Сначала искал решение проблемы на форумах Потом подумал, что тут проблема с модом И решил установить этот мод на версию игры из Гога Правда, все было безрезультатно Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела Потом я начал шерстить посты о багах, выискивая схожие траблы у других игроков И в итоге наткнулся на пост сайта Playground от 2003 года Где чувак пишет, что Ксарда забрал меч и не отдает его Я решил проверить свой инвентарь, но урезеля там не обнаружил Все пазлы и головоломки встали на свои места Перекрестившись с Яхвой, я полез за читами на этот сраный меч Пара ловких движений и манипуляций с кодами и вуаля Урезель передо мной А диалог с Мильтоном активирован Теперь рассказывай, что стряслось Ксарда с крыса ёбаная Я реально чуть инфаркт не схватил, пока разбирался со всем этим Уже были мысли начинать всю игру заново Но мои нервишки быстро успокоились Благодаря низким ценам на гейпстор Здешняя стоимость, Егор, такая низкая, что ваша сберкнижка скажет Вырубай, у меня х** встал Хочешь все части райзен за 200 рублей? Так бери Хочешь лучшую часть фоллаут? Так купи Хочешь лучшую часть металгерсолид? Так, ладно, это уже не смешно Гейпстор, ссылка в описании к видео Мы уговариваем Мильтона на чудовищную авантюру с магической рудой маг в воды И отправляемся к этой горе Непосредственно на месте мы перекачиваем силу этой кучи Обесцениваем годы труда нового лагеря Тем самым триггеря магов воды И переходим к последней главе Говорим Мильтону душевное спасибо, братан И дабы не получить по ебалу от водных магов Телепортируемся вместе с заряженным мечом к Сардосу Ксардос говорит Молодца Ну и все на этом Возвращаемся в храм спящего к последнему шаману Даем ему мечом в рыло и дорога к святилищу открыто для нас В одной из зал встречаем Ксардоса Хотя на самом деле ничего поворотистого тут нет Он говорит, что дабы окончательно изгнать демона Нужно пронзить пять сердец шаманов пятью клинками Которые мы тут лутали с трупов шаманчиков Но злые фанатики Коргалома попытаются помешать нам На что безымянный говорит Я им в рот с ноги дам После диалога маг теряет сознание от здешней злой ауры Я себя так же чувствую среди большого скопления женщин и детей А мы продолжаем путь в залу спящего Вот он кстати стоит там И то ли дрыхнет, не дрыхнет Загадочный молодой человек, короче Мечта любой школьницы К нам на разговор выходит Коргалом Который утверждает, что всему пиздец Апокалипсис вот-вот наступит И мир содрогнется Бьем жреца промеж лица На что ученики и фанатики спящего Тригерятся и бегут на нас Я бы может с первого раза и победил их Если бы сука демон не скастовал мне в спину фаербол Бедик И к тому же крыса Однако я не пальцем деланный Я тот еще летактик Бегу по направлению к огненным трещинам в полу Ориентируясь на удобное расстояние И наблюдаю, как эти дебилы повторяют судьбу Ливонского ордена Заканчиваем с последним приспешником И бежим обратно в залу Коргалому Этот шнырь-курьер заныкался за одной из колонн Дарим ему летальный экспириенс Пока он не начал колдовать свои гойские заклятия И спускаемся вниз к спящему Теперь дело за малым Открыть святилище, пронзить сердце клинком Убить демона, который засамонится И так пять раз Главное не подходить к самому спящему, а то Спят усталые После этих не особо сложных действий Мы можем наблюдать финальную катсцену Субтитры создавал DimaTorzok После того, как спящий был изгнан в свое измерение Я вернулся к солнечному свету Магический барьер пал Но мой путь только начался Но это другая история И это была Готика, мои дорогие друзья Наверное, стоит сделать какое-либо умозаключение И свое мнение по всему тому, что мы здесь увидели Почувствовали и пережили В первую очередь хочу сказать о своих сожалениях Что пропустил эту замечательную игру В силу своего детского слабоумия Которая длилась вплоть до 18 лет И оно неудивительно, ведь игра не так проста для неготового геймера Хотя я лично не вижу тут ничего сложного Да, мир изначально очень агрессивно настроен к тебе И каждый второй пытается дать кирзачом в рыло Прям как в жизни Но если осознать этот факт И не лезть на рожон сразу А лишь неплохо подкачавшись И закупившись снарягой То все становится по плечу Отдельно стоит отметить здешний открытый мир Который по-настоящему живой Все тут занимаются своими делами Жрут, срут, пьют и живут по расписанию Из-за чего этот мир воспринимается как нечто живое И это учитывая, что игра вышла раньше Этих ваших моровиндов и гдашек 3 А еще я очень рад, что разработчики не стремились Сделать огромные локации Чтоб прям игроки охуели Нет Из-за того, что события происходят на таких уютных территориях Разработчики смогли наполнить его контентом И всякими ништяками Из-за чего этот мир не кажется пустым и мертвым А наоборот насыщенным и живым Еще одной причиной моих лолипопсов данному творению Являются темы, которые она затрагивает Через старый лагерь игра затронула такие темы Как рабство, олигархия и угнетение через силу Через новый лагерь она пыталась донести до нас Мысли о свободе, анархии и совместного труда Абсолютно противоположных личностей Ради общей цели А через болотный лагерь игра затронула темы Религии, жизни среди говна, наркомании И во что готов поверить человек ради свободы В общем, не каждая книжка может похвастаться таким послужным списком Хотя, как это всегда и бывает, тут не обошлось без минусов И моя первая претензия это боевка А точнее проблемы движка Не поймите меня неправильно, но мне очень-очень нравится махать сабелькой и рубить абсолютно все Однако противник не будет воспринимать удары, пока вы не возьмете его в таргет И он не подсветится у вас Из-за этого стычки, где на меня нападали кучи врагов Воспринимались резко в штыки Так как взмах оружия, который по идее должен задеть несколько врагов Задевал только одного По этой причине мне не особо-то хотелось тут бегать с двуручником Из-за отсутствия эстетического смысла Возможно, это проблемы мод фикса Хотя я сильно в этом сомневаюсь Еще одной проблемой является то, что в катсценах у главного героя нет косички А в самой игре есть Реальным минусом это трудно назвать, но меня почему-то это взбесило На этом проблемы этой игры кончаются И я не вижу больше причин для доебок Разве что обидно, что сейчас в эту игру трудно поиграть Не поебав себе мозги со всякими патчами, фиксами и т.д Конечно, это проблема многих старых игр Но почему бы пираги им не выпустить какое-нибудь переиздание данной классики? Игра Готика заслуживает от меня огромное мое уважение И место в списке моих любимых игр А там их не особо много, вы уж мне поверьте Если хотите увидеть кратко про Готика 2 То покажите мне это через ваши лолипопсы и комментарии Полной любви, обожания и молитв на вашего единственного горячо любимого языческого бога Который помрет в лет 30 от остановки сердца и излишнего веса До скорых встреч, мои дорогие друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok